И привет народ, вы на канале UsGameBot и я рад приветствовать вас на новом гайде по Star Wars The Old Republic. Наследие в Star Wars The Old Republic это система, которая связывает всех ваших персонажей на сервере, давая им возможность пользоваться общими преимуществами, вместе добиваться поставленных целей. И в этом руководстве я расскажу вам о том, что такое наследие, как оно связывает всех персонажей вместе, и как вы можете воспользоваться преимуществами системы наследия, будь то новый игрок или ветеран игры. Но прежде чем приступим, я бы хотел напомнить вам, чтобы вы не забыли подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео, а также не забывали ставить лайки и писать комментарии. Это все меня очень мотивирует и я за это вам очень благодарен. Итак, вы можете создавать свое наследие, как только любой из ваших персонажей завершит последний основной квест на своей первой планете. Вам также потребуется добыть десятого уровня. Чтобы создать наследие, после того, как вы выполните эти требования, перейдите в главное меню сверху, наведите курсор на иконку человека и выберите наследие. По умолчанию для открытия окна наследия используется клавиша Y на клавиатуре. Ваше имя наследия – это имя, которое вы можете выбрать для представления всех ваших персонажей на сервере. Это что-то вроде фамилии, но если вы не планируете, чтобы у всех ваших персонажей будет одинаковая фамилия, она тоже может служить символом ваших персонажей или вашим сетевым ником, например. Ваше имя наследия не обязательно должно быть уникальным, в отличие от имени персонажа, но оно должно соответствовать нескольким требованиям. Если вы нажмете кнопку «Создать», а окно закроется, но ничего не произойдет, это значит, что вы нарушили одно из скрытых правил. Сообщение об ошибке появляется не всегда. Вы можете закрыть окно наследия и открыть его снова, и попробовать другое имя. Если имя наследия приемлемо, то при нажатии кнопки «Создать» появится всплывающее окно с приложением. Ваша фамилия наследия будет общей для всех персонажей на этом сервере, хотя вы можете не показывать ее. Подтвердите указанную фамилию наследия. Я не знаю точных правил, но я знаю это. Ваше имя наследия не обязательно должно быть уникальным, вы можете использовать имя наследия совместно с другими людьми. Всего может быть 16 символов или букв, вы не можете использовать пробел, вы можете использовать апостроф или тире. Скорее всего, вы не можете назвать своего персонажа в честь существующих героев Звездных Войн, или же добавить в имя титулы, вроде рыцаря или генерала, поскольку эти звания можно получить в игре. В игре ваше имя будет отображаться с заглавной буквы, а остальные буквы будут строчными. Ваше имя наследия в основном постоянное, вы можете изменить его, но это довольно дорого. Имейте в виду, что ваше имя наследия будет очень заметно, если вы вступите в гильзию, поэтому не выбирайте то, что вы не хотели бы, чтобы видели другие. Чтобы показать имя своего наследия, нажмите на крошечный значок медали в левом верхнем углу листа персонажа во вкладке Gear. Затем установите флажок «Отображать фамилию наследия». Если вы не установите этот флажок, другие игроки будут видеть над головой персонажа только его имя, а не фамилию наследия. Вы также можете зарабатывать титулы наследия, которые после получения могут быть использованы на любом из ваших персонажей в наследии, и их могут видеть другие игроки. Панель вашего наследия – это игровая область, на которой отображаются многие разблокировки и достижения вашего наследия. Вы можете использовать меню в левой части панели наследия, чтобы изучить свое наследие. Ваше наследие является общим для всех персонажей на вашем сервере. Оно не делится с персонажами на других серверах, у которых будет свое собственное отдельное наследие. После создания наследия вы можете начать зарабатывать очки наследования, наследия и уровни наследия. Текущий уровень наследия вы можете увидеть в верхней части панели наследия рядом с именем вашего наследия. Некоторые разблокировки и награды доступны только игрокам, достигшим определенного уровня наследия. Максимальный уровень – 50-й. Вы получаете уровни наследия, получая опыт наследия. Каждый раз, когда вы зарабатываете обычный опыт в игре, вы автоматически получаете некоторое количество опыта наследия. Вы можете увидеть свой уровень опыта наследия в нижней части экрана. Это крошечная фиолетовая полоска в самом низу. Чем больше обычного опыта вы получаете за обычные квесты и задания, тем больше получаете его опыта наследия. В целом, выполняя задания более высокого уровня, вы получите больше опыта наследия. Разблокировки – это различные вещи, которые вы можете получить для своих персонажей. В игре существует множество различных типов разблокировок, от разблокировок, основанных на удобстве, до разблокировок косметики на вашем аккаунте. Эти разблокировки разбросаны по всей игре, но многие из них находятся в панели наследия. Некоторые разблокировки предназначены для вашего отдельного персонажа, некоторые – для всех персонажей в рамках всего наследия, а другие – для всего аккаунта на всех серверах. Перки персонажей – это разблокировки, которые доступны для каждого персонажа. Вы платите кредиты, чтобы разблокировать их для каждого персонажа в отдельности, а не один раз для всех персонажей вашего наследия. Иногда их случайно называют разблокировками наследия, потому что они находятся на панели наследия. Каждый перк персонажа имеет свои требования. Некоторые требуют определенного уровня персонажа, некоторые определенного уровня наследия, а у других есть и более непонятные требования. По мере получения возможности разблокировать их, вы можете выбирать, какие из них, по вашему мнению, стоят того, чтобы заплатить кредиты за их разблокировку. На вкладке «Прочие» в разделе «Глобальные разблокировки» находятся одни из самых полезных в игре разблокировок, относящихся к наследию. Глобальные разблокировки относятся ко всему наследию. Когда вы разблокируете их, они станут доступными для всех ваших текущих и будущих персонажей на вашем сервере. Здесь есть несколько страниц с подкатегориями, которые вы можете посмотреть, но когда игроки говорят о разблокировках наследия, они обычно имеют в виду вкладку «Прочие» в глобальных разблокировках. Датакроны — это скрытые объекты в Star Wars и Old Republic, найдя который, вы можете получить постоянное усиление для своих персонажей. Датакроны спрятаны почти на каждой планете, доступны игрокам, играющим бесплатно, привилегированным игрокам и подписчикам, и являются одним из моих любимых секретов во всей игре. Датакроны относятся ко всему наследию, поэтому, найдя один, вам не придется искать его снова. Репутация — это способ завевать расположение фракции во всей галактике. Вы получаете репутацию, выполняя задания, которые помогают фракции, которые вы хотите добиться расположения, а взамен получаете эксклюзивных маунтов, броню, титулы, питомцев и достижения. Репутация относится ко всему наследию, поэтому любой прогресс, достигнутый одним персонажем, будет способствовать укреплению позиций всего вашего наследия в этой фракции, а все награды, которые вы разблокируете, станут доступны другим персонажам, если они соответствуют требованиям для их использования. Достижения — это способ отслеживания ваших свершений в игре. Некоторые достижения являются забавными, или же являются частью секретных квестов. Другие менее интересны и предназначены для игроков, которые давно играют в игру, ищут более непонятные вещи для игры, или преследуют в игре какие-то цели. А многие достижения просто вы заработаете естественным путем, и они будут появляться у вас по мере прохождения игры. Некоторые достижения имеют награды, но у большинства их нет. Когда вы получаете достижения, вы получаете очки достижений, число показывающее, сколько достижений вы получили. Ваш банк наследия — это самый удобный способ обмена предметами и кредитами между персонажами. Функция «Банк наследия» доступна даже игрокам, играющим в режиме фри-то-плей и привилегированным игрокам. Чтобы получить банк наследия, вы должны выпустить квест «Крепости» на флоте, на 15 уровне или выше, и вы получите бесплатный банк наследия, который можно поместить в вашу крепость, в ваш личный дом, который вы можете посещать и украшать. Чтобы начать квест на введение в крепость, отправляйтесь в раздел «Крепости и навыки экипажа на флоте» и ищите синего голографического квестодателя. Стартовая крепость стоит всего 5000 кредитов. Как только вы получите первый банк наследия для своей крепости, вы можете использовать банк наследия и на флоте. В банке наследия можно хранить и обмениваться только определенными типами предметов. Вы не можете поместить в банк наследия предметы, привязанные к вашему персонажу, например, большинство доспехов, которые вы экипировали или подобрали земли. Популярные предметы, которые можно хранить в банке наследия, это привязанные к наследию предметы, усиление, косметические доспехи и доспехи максимального уровня, подарки компаньонов и любые непривязанные предметы с картельного магазина, которые могут быть у вас. Ираки также часто используют банк наследия для обмена непривязанными предметами и броней между своими персонажами для удобства. Если вы поместите курсор на предмет в инвентаре, и на нем написано «Привязан», вы не можете поместить его в банк наследия, и вместо этого вам придется положить его в зеленый личный груз, хранить его в инвентаре или продать торговцу. Если на предмете красным шрифтом указан таймер, он не может попасть в банк наследия, пока не исчет время на таймере. Вы также можете вносить кредиты в свой банк наследия, что является простым способом передачи кредитов между персонажами. Если вы играете в Free2Play и приближаетесь к лимиту 1 миллион кредитов, вы можете положить свои кредиты в банк наследия, чтобы они не ушли на хранение. Только не забывайте, что за один раз вы можете снять не более миллиона кредитов из банка наследия. Материалы для крафта также являются общими для персонажей в наследии. Когда вы собираете материалы для ремесел в процессе собирательства, выполнения заданий по развитию навыков экипажа или же на GTN, они автоматически попадают в ваш инвентарь материалов. Инвентарь материалов является общим для всех персонажей в вашем наследии, и вы можете открыть его, нажав на значок синего ромба в верхней части инвентаря. Вы можете искать конкретные предметы, если они у вас есть, они появляются, или же вы можете просматривать их по категориям. При создании предметов материалы будут автоматически извлекаться из вашего инвентаря материалов, так что вам никогда не придется заставать их для создания предметов. Чтобы удалить предметы из общего инвентаря материалов, или же переместить их в инвентарь персонажа, например, если вы хотите продать их, щелкните правой кнопкой мыши на предмет, который вы хотите изъять. Если вы хотите взять только несколько, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы взять всю стопку и положить ее в инвентарь. Затем в инвентаре щелкните Shift плюс правой кнопкой мыши по стопке, чтобы разделить ее, и щелкните левой кнопкой мыши, чтобы положить остатки обратно в инвентарь материалов. Вы можете настроить, какие материалы для ремесел попадают в инвентарь, щелкнув правой кнопкой мыши по значку в виде квадрата окружающего ромб в верхней части инвентаря. Если щелкнуть по этому же значку левой кнопкой мыши, все имеющиеся материалы быстро попадут в инвентарь материалов. Многие валюты, которые вы зарабатываете в игре, также являются общими в вашем наследии. Чтобы увидеть свои валюты, перейдите в вкладку «Валюта» в верхней части вашего инвентаря. Когда вы поместите курсор на свои валюты, если там будет написано «Привязано к наследию», это означает, что любая валюта, которую вы зарабатываете на любом из ваших персонажей, будет объединена в вкладке «Валют» и может быть потрачена на любом из ваших персонажей. Те немногие валюты, на которых написано «Привязывается при подборе», привязаны к конкретному персонажу, на котором вы их заработали. Крепости — это сфатор-версия жилья для игроков. Вы можете купить дом, а затем украшать его по своему вкусу при помощи декорации, найденных во всей игре. Крепости являются общими для всего наследия, и все, что вы разблокируете, будет доступно всем персонажам в вашем наследии. Кроме того, когда вы украшаете крепость, ваши украшения будут доступны всем персонажам. Завоевание — это способ выполнения чередующихся еженедельных задач в Star Wars World Republic, позволяющих получить отличные награды, играя в различные части игры. Вы получаете очки, выполняя определенные задания, такие как флэшпоинты или варзоны, которые меняются каждую неделю. Завоевание — это еще и способ для гильдии соревноваться друг с другом и работать вместе. Вы можете получить дополнительные награды, если ваша гильдия выполнит свои цели. Цели завоевания распределяются между всеми персонажами в вашем наследии, так что вы можете работать над ними несколькими персонажами, хотя завершать их и зарабатывать за них очки можно только для одного персонажа. Коллекции технически являются общими для всего аккаунта, но многие игроки используют их как часть своего наследия. Система коллекции — это способ разблокировать предметы картельного рынка на всей вашей учетной записи для ваших персонажей на каждом сервере. Практически любой комплект брони, маунт, эмоция, цветной кристалл, оружие, питомец, игрушка, титул, компаньон картели или флайер можно использовать с помощью коллекции, а также нескольких зарабатываемых предметов. Много игроки покупают или зарабатывают часть брони, разблокируют ее в коллекциях, а затем используют ее для нескольких персонажей в своем наследии или даже для персонажей на других серверах. И на этом на сегодня все, я надеюсь этот видос вам понравился, если это так, то не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Этот актив очень меня радует и мотивирует, а также помогает каналу в развитии, так как пока делает наш канал более благоприятным для алгоритмов ютуба. Также не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. И на этом на сегодня все, я благодарен вам за просмотр и увидимся в следующем видео, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok